Говорят, нужно очень сильно любить свое дело. И это чистейшая правда. Потому что будет очень трудно. И любой рациональный человек бросит, если только не влюблен. Тяжело будет очень. И так будет продолжаться достаточно длительный период времени. А если ты не любишь, если тебе не в радость этим заниматься, если ты не влюблен в дело, значит ты бросишь. И на самом деле так происходит с большинством людей. Если внимательно посмотреть на тех, кто, скажем, добился успеха в глазах общества, и тех, кто не добился, то зачастую вот эти успешные любили свое дело и могли перестрадать тяжелые времена. А те, кто не любили, бросили, потому что они нормальны. Понимаете? Кто же все это терпеть будет, если не любят? Так что впереди еще горы тяжелой работы, постоянных нервов. И если не любишь, ничего не получится. А значит, нужно любить и любить страстно. И это, я думаю, значение высшего порядка. Ну и во-вторых, нужно очень хорошо подбирать людей. Потому что неважно, насколько ты умен, тебе все равно нужна будет отличная команда. И нужно научиться быстро разбираться в людях, принимать решения, не до конца понимая человека и нанимать его. А потом уже на ходу взвешивать и оттачивать интуицию, попутно создавая организацию, которая в конце концов сможет развиваться самостоятельно, благодаря отличным людям вокруг тебя. Со мной была такая же история, как с Кенни. В школе я был не то что троечником, двоечником. И меня очень расстраивало, что я не мог найти, в чем бы мог преуспеть. Меня не интересовал гольф, я не хотел быть профессиональным футболистом. Мне нужно было найти, где я могу победить. И самое лучшее, это было ощущение реванша, доказать. Поэтому проигрыш на самом деле полезен. Я провалил экзамен по английскому языку, но потом я продал столько книг, сколько многим преподавателям английского и не снилось. Поэтому неудача, это как удар в пах. Как отрезвляющий душ. Как будто Господь говорит тебе, настало время действовать. Сын мой, ты только что понял то, чего не знал. Жизнь слишком коротка для того, чтобы не иметь значения, чтобы быть неважной для тебя. Жизнь слишком коротка для того, чтобы не обращать на нее внимание, как на что-то неважное. Я очень люблю демонстрировать это следующим образом. У меня здесь линейка, на ней 90 сантиметров. Каждый сантиметр — это в среднем один год нашей жизни. Для меня, часть этой линейки закрыта. Я не жалею об этом, потому что я очень хорошо прожил эти годы. Но эти годы ушли. И может быть, после 80 я уже не буду в такой хорошей физической форме. Это все, что у меня осталось. Это все, что осталось у вас. Может быть, у кого-то из вас осталось немножко больше. Но это все, что у вас осталось для того, чтобы осуществить свои мечты. Для того, чтобы осуществить то, что вы видите. Вашу страсть. Для того, чтобы сделать свою жизнь достойной. Вашей любви. Всего. Всего, что есть в вас. День еще один пройдет. Придет день, когда вы станете старыми. И вы будете сидеть в своем кресле. И вы зададите себе вопрос. А была ли у меня действительно хорошая жизнь? Вы ведь все знаете, что когда-нибудь вы умрете. Чем вы заполните свою жизнь? Жизнь слишком коротка для того, чтобы не обращать на нее внимания.